Тоже можно представлять себе и на самом деле находить и в рассуждении того, о чем у нас речь. Лисица притворяется спящую, а демон целомудренным. И первое, чтобы обмануть птицу, а последний, чтобы погубить душу. Не доверяй брению во все время жизни своей и не полагайся на него, пока не предстанешь Христу. Не надейся, что при воздержании не падешь. Некто, ничего не вкушавший, свержен с неба. Некоторые из ведущих прекрасно определили отречение от мира, говоря, что оно вражда против тела и борьба с черевом. У новопоступивших плоские грехопадения обыкновенно бывают большей частью от роскоши. У находящихся на средине пути, кроме того, что доводит до падения, но поступивших и от высокоумия, а в приближающихся к совершенству, единственно, от осуждения ближнего. Иные ублажают по естеству родившихся с копцами за то, что избавлены они от мучительства плоти. Но я ублажаю ежедневно делающихся с копцами, которые, как ножом, искажают сами себя помыслом. Видел я невольно падавших и видел таких, которые добровольно желают пасть, но не могут. И более чем ежедневно падающих признал я несчастными этих последних, потому что и не имея возможности, алчут зловония. Жалок, кто падает, но еще более жалок, кто другому доставляет случай к падению. Потому что последний влачит бремя двух грехопадений, еще бремя удовольствия, вкушенного другим. 25. Не думай блудного демона не изложить рассуждениями и возражениями. У него есть благовидные предлоги, потому что борется с нами тем, что в естестве. Кто вознамерился плоть свою побороть или победить сам собою, тот напрасно подвизается. Ибо если не разорит Господь дома плоти и не созиждит дома души, то напрасно бодрствует и пастится разоряющий. 26. Повергни пред Господом немощи естества своего, вполне осознав собственное свое бессилие, и неощутительно приимешь дарование целомудрие. 27. Сладострастных, как некто, испытавший на себе страсть, ее рассказывал мне по своем отрезвении отоной. 28. Есть чувство какой-то любви к телам и какой-то бесстыдный и бесчеловечный дух, который явственно пребывает в самом чувстве сердца, делает, что боримое от телесного томления в сердце горит, как бы в разженной печи. 29. И производит, что страждущий не боится Бога, памятование мучения пренебрегает, как ничего незначащее, отвращается от молитвы и во время самого действия почти уже совершенного, на мертвые тела взирает, как на бездушные камни, бывает как бы не в уме и выступлении, непрестанно упоевается вожделением и к словесному и бессловесному. 30. И если бы не прекратились дни этого духа, то не спаслась бы ни одна душа, облеченная в это брение, с растворенной с кровью и скверной влагой. 31. И возможно ли было бы спастись? Поскольку все сотворенное ненасытно вожделевает сродного себе, кровь крови, червь червя, брение брение, то как могла бы плоть не вожделевать плоти? 32. Хотя мы, обуздывающие в себе естество и возделевающие царствие, и пытаемся разными ухищрениями обмануть сию обманщицу, блажены те, которые не испытали описанной выше брани. 33. Будем молиться, чтобы навсегда избавиться нам от подобного испытания твой, потому что поскользнувшиеся в описанную выше пропасть падают вдали от той лестницы, то есть виденной Иаковом. 34. Восходящих и нисходящих. И для выхода из этой пропасти нужно немного проливать пота при крайней степени голода. 35. Посмотрим на мысленных врагов наших. В их ополчении против нас не так же ли, как и в видимой брани, каждому из них велено исполнять поручение, ему собственно данное? 36. К удивлении своему замечал я это в искушаемых и видел, что бывают падения одни других тягчайшие, имеющие уши слышать да слышат. 37. У демона, в обычае, особенно в борьбе с подвижниками и проводящими уединенную жизнь, употребляя часто всю стремительность, все старания, все хитрость, все коварство и все выдумки, чтобы нападать на них тем одним, что противоестественно, а не тем, что естественно. 38. Почему подвижники нередко бывают вместе с женщинами и немало не воримые ни вожделением, ни мыслью, почитают уже себя блаженными, но не знают того бедное, что где готова большая пагуба, там нет потребности в меньшей. 39. Думаю, что окаянные убийцы наши имеют обычай ввергать нас, бедных, в противоестественное падение по следующим двум причинам, чтобы везде у нас было много средств к падению и чтобы заслуживали мы тем большее наказание. 40. Сказанное нами, изведал на себе тот, кто повелевал прежде анаграм и впоследствии жалким образом не изложенный порудом дикими анаграми, кто питался прежде хлебом небесным, а потом лишился этого блага, и что всего удивительнее, тот, о ком по падении его, хотя и приносил он покаяние, наставник наш Антоний Егорь Кассетуев сказал, великий пал столб. 41. Но мудрый сей муж утаил образ падения, ибо знал, что возможен телесный блуд без содействия другого тела. 42. В нас есть какая-то смерть, в нас есть греховная пагуба, которая всегда с нами, особенно же в юности, но не осмеливаясь писать о ней, потому что руку мою удерживает сказавший. 43. А бывает, что что делаю тайно, о том стыдно и говорить, и писать, и слышать. 44. Эту мою и вместе не мою, любезную мне враждебницу, плоть, Павел назвал смертью, кто избавит меня, говорит он, от всего тела смерти. 45. Другой же богослов называет ее страстной рабой и ночным привидением, и жажду узнать, почему приданы ей такие именования. 46. Уже ли плоть, как сказано выше, есть смерть, то победивший ее без сомнения не умирает? 47. Ну а кто есть человек, который жил бы, не увидел смерти в скверне плоти своей? 47. Прошу вас войти в исследование, кто больше, тот ли, кто умер и восстал, или тот, кто вовсе не умирал? 48. Ублажающий последнего обманывается, ибо Христос и умер и воскрес, а ублажающий первого убеждает в том, что умирающим, или лучше сказать падающим, никакой нет причины к отчаянию. 49. И бесчеловечный враг, наставник блуда, говорит, что Бог, человеколюбив, и много снисходит к этой страсти, как естественные. 50. Но вникнем в коварство демонов и найдем, что по совершении греха они же именуют нам Бога правдивым и неумолимым судьею. 51. Там утверждали они так, чтобы вовлечь нас в грех, а теперь уже говорят, что упогрузить нас в отчаяние. 55. Пока печали и отчаяния сильны, обыкновенно не вдаемся снова в грехопадение. 56. А когда они угасли, снова приступает к нам мучитель, обольщая нас Божиим человеколюбием. 57. Господь, как нетленный и бесплотный, увеселяется непорочностью и нерастлением тела нашего. 58. А демонов, как утверждают некоторые, ничто иное столько не радует, как зловоние блуда, и никакая другая страсть столько не веселит, как осквернение тела. 59. Непорочность есть усвоение себя и уподобление Богу по мере сил человеческих. 60. Матерь сладости — земля и роса, а матерь непорочности — безмолвие с послушанием. 61. Бесстрастие тела — усовершенное безмолвием, сближаясь с миром, часто не пребывало непоколебимым. 62. Приобретенное же послушанием везде благоискусно и непоколебимо. 63. Видел я, что гордость приводила к смиренно-мудрию. 64. И вспомнил того, кто говорит, кто познал ум Господень, ров и плод течения падения. 64. Падение же нередко в желающих бывает поводом к смиренно-мудрию. 60. Кто при чревоугодии и пресыщении хочет преодолеть блудного демона, тот подобен человеку, который тушит пожар маслом. 61. Кто воздержанием и им одним покушается прекратить брань, тот подобен человеку, который плывет на одной руке и усиливается спастись из моря. 62. Сопряги с воздержанием смирения, потому что без последнего первое оказывается неполезным. 63. Кто увидит, что преобладает в нем какая-нибудь страсть, тот пусть прежде всего вооружится против этой страсти, и при том против ее одной. 63. Особливо, если это домашний враг. Потому что пока не истреблена эта страсть, не получим пользы от победы над прочими страстями. 64. Убив же этого египтянина, и мы, конечно, узрим Бога в купине смирениях. 65. Ощущал я во время искушения, что неразумную радость и слезы и утешение этот волк производит в душе, и по младенческой простоте думал найти в этом плод, а не вред. 66. Если всякий грех, который делает человек, вне тела, а блуд не грешит против собственного тела, то без сомнения, потому что блудом скверним самую сущность плоти, чего не может быть в другом грехе. 66. Спрашиваю же, почему при всяком другом грехе в обычае у нас называются людей поползнувшимися? 66. И только. А когда слышим, что сделал кто блуд, с прискорбием говорил, такой-то пал. 67. Рыба с поспешностью бежит прочь от удочки, и сластолюбивая душа отвращается от безмолвия. 67. Когда дьявол намеревается связать кого друг с другом с рамными узами, тогда, искусив ту и другую сторону, начинает в них возжигать огонь. 68. Склонные к сластолюбию часто бывают сострадательны, милостивы, ласковы и готовы плакать с другими. 69. Попечительные же они порочности не имеют этих свойств в такой же мере. 69. Один следующий муж предложил мне страшный вопрос, сказав, 69. Какой самый тяжкий грех, кроме человека убийства и отречения от Бога? 70. И когда сказал я впасть в ересь, он спросил, почему же соборная церковь принимает еретиковой, если искренне проклинают они ересь свою и удостаивает их причащение тайн? 71. А кто впал в блуд, того, если исповедует и оставит грех, приемлях, повелевает по апостольским правилам, на многие годы отречения от причащения причистых тайн? 71. И как поражен я был недоумением, то затруднявшее меня осталось неустраненным и нерешенным. 50. В рассуждении услаждения, ощущаемого нами при псалмопении, будем разыскивать, взвешивать и наблюдать, какое бывает у нас от блудного демона, какое от словес духа и от заключающейся в них благодати и силы. 51. Не оставайся в неведении, юноша. Видел я, что иные от души молятся о любимых ими, и движимые блудные мысли думают, что воспоминают о них подолгу, и исполняют закон любви. 52. Через одно прикосновение можно оскверниться телесно, потому что всего опаснее для нас чувство осязания. 53. Помни того, кто обвел руку свою полою в платье, и ты руку свою доводи до оцепенения, когда касаешься тайных и прочих следов собственного своего и чуждого тела чужого. 54. Думаю, что невозможно никого назвать вполне святым в подлинном смысле, пока землю, тело свое эту, не претворит он святыню, если только возможно такое преображение. 55. Повершись на постель, особенно будем трезвиться, потому что ум наш без тела борется тогда с демонами, и если он сластолюбив, то охотно делается предателем. 55. С тобою пусть засыпают, и с тобою восстают непременно памятование смерти и наедине произносимая Иисусова молитва, 56. Потому что кроме этого не найдешь себе иной равной помощи во время сна. 56. Иные думают, что брани и извержения во сне бывают только от пищи. 57. Но случалось видеть, что тяжко больные и самые строгие постники часто подвергаются с ним осквернениям. 58. Спрашивал я однажды об этом одного из самых благоискусных и рассудительных монахов, и блаженный весьма ясно растолковал мне. 58. Извержения во сне, говорил этот преснопамятный муж, бывают от множества пищи и от покойной жизни. 59. Бывают также от гордости, когда кичимся тем, что долгое время не подвержены были истечениям. 60. А еще бывают и от осуждения ближнего. 61. Последние два случая, преснокупил он, могут иметь место и с больными. 62. Но я думаю, что могут и все три. 63. Если же кто по строгам самоиспытаний не найдет в себе ни одной из сказанных выше причин, то блажен делатель такового бесстрастия. 63. С ним, если и случится это, то единственно по зависти демонов, когда Бог на время попустит это, чтобы по безгрешным всем злоключениям приобрести ему высочайшее смирение. 64. Никто, да, не имеет привычки днем размышлять сам с собой о бывшем во сне мечтаниях, ибо в этому демонов та цель, чтобы сновидениями осквернить нас и в бодрестенном состоянии. 65. Послушаем еще о новом злоощрении врагов наших. 66. Как вредное тело пищи производит в нас болезнь через несколько времени или дней. 67. Так часто действуют и причины, оскверняющие душу. 68. Видел я, что иные предаются роскоши, и в это время не чувствуют вражеских нападений. 69. Видел, что иные едят и производят время, проводят вместе с женщинами, и тогда не имеют в уме никакой худой мысли. 69. И эти обольщенные, обнадеявшись на то, когда думают быть в мире безопасности, в келье своей внезапно подвергаются погибели. 70. Какая же эта телесная и душевная гибель, постигающая нас наедине, а всем ведает искушенный. 71. А неискушенный не должен знать. 71. В это время наилучшее для нас способие вретище, пепел, всеночное стояние, голод, палимый жажда и в меру орошаемый язык. 72. Обитание при гробах, прежде всего, смирение сердца, и, если можно, духовный отец или степенный брат со старческим разумом и с опытностью для оказания помощи. 73. Но подивлюсь, если кто один в состоянии будет сам собой спасти корабль из пучины. 74. Одно и то же грехопадение, извлекая часто на одного осуждения, навлекает во сто крат больше, нежели на другого, зависимо от нрава, места, приспияния и многого другого. 75. Некто поверил мне необычайной и о самой высшей степени непорочности. 75. Он сказал один, смотри, нон непископ Иллиопольский, чуть и менее 8 октября, возрев на женскую красоту прославил при этом Творца и от единого взора погрузился в любовь Божию и в источник слез. 76. И чудно было видеть, что для другого послужило бы рвом погибели, то для него сверхъестественно стало венцом. 77. Таково, если всегда в подобных случаях имеет такое же чувство и делание, еще прежде общего воскресения восстал уже нетленным. 78. Тем же правилом будем руководствоваться в рассуждении пения и песни. 79. Боголюбивыми и мирскими, и духовными песнями обыкновенно возбуждается к тихому веселью, к божественной любви и к слезам, а сластолюбивые – к противному. 79. Иные, как говорили мы и прежде, в местах безмолвных терпят гораздо сильнейшее нападение от врагов. 80. И это неудивительно, потому что в таких местах всего более любят пребывать демоны, изгнанные Господом для нашего спасения, в пустыне и в бездну. 80. С жестокостью нападает на безмолвника демона блуда, чтобы изгнать его из мира, как не получившего себе пользы от пустыни. 81. Демоны удаляются от нас, когда бываем в миру, чтобы доли оставались мы среди мирян, как не терпящие там нападений. 81. Где терпим нападения, там без сомнения сами ведем жестокую брань. 81. А кто из нас не терпит нападений, то сам оказывается другом врагам. 81. Когда бываем в миру по какой-нибудь нужде, покрывает нас рука Господня. 81. И может быть всего счастье по молитве нашего Отца, да не хулиться нас ради Господь. 81. А иногда спасает нас нечувствительность наша и то, что прежде многократно испытали это, и даже присытились всем нами видимым и слышимым. 81. Или еще и то, что демоны добровольно удаляются от нас, оставляя с нами одного демона самомнения, который заменяет собой всех. 65. Выслушайте еще об одной козне и хитрости этого обольстителя. 62. Если все вы, возжелавшие утвердиться в непорочности, и будьте осторожны. 63. Некто из изведавших опытом лесть. 64. Рассказывал мне, что демон платоугодия весьма часто скрывается вовсе, давая монаху замечать в себе крайнее свое благоговение и даже иногда слезный источник. 64. А когда сидит или беседует он с женщинами, влагая в него мысль делать им наставление о памятовании смерти, о суде, о целомудрии, чтобы бедные женщины, обольстившиеся словом и притворным благоговением, стекались к этому волку, как к пастырю. 65. И, наконец, когда ознакомятся короче и сделаются свободнее в обращении, тогда несчастный потерпит падение. 66. Всеми мерами будем избегать, чтобы того плода, которого более не вкушать, дали нам обет. 66. Нам и не видеть, и не слышать о нем, ибо удивительно, если думаем о себе, что мы крепче пророка Давида, что невозможно. 67. Столь высокой похвалы достойна непорочность, что некоторые из отцов осмелились наименовать ее бесстрастием. 68. Иные говорят, что по вкушении греха невозможно уже именоваться непорочным. 69. В опровержении их, скажу, возможно и нетрудно, если кому угодно, к дикой маслине привить маслины добрую. 69. И если бы ключи горних обителей верены были девственнику по плоти, то, может быть, справедливо было бы учение, утверждающих сказанное выше. 70. Но да постыдит их тот, кто имел у себя тещу и, став непорочным, приял ключи царствия. 71. Многовиден змей платоугодия. В неиспытавших греха встевает он мысли испытать, и, испытав однажды, перестать. 72. А испытавших этот коварный, воспоминанием греха возбуждает к новому испытанию. 73. Многие из первых по неведению худшего не ощущают в себе барений, и последние же, как испытавшие мерзостью, терпят уже беспокойство и брани. 74. Впрочем, часто бывает и противное тому. 70. Когда восстаем от сна в добром и мирном расположении, это бывает с нами по незаметному для нас действию святых ангелов, особенно если уснули мы с молитвой и великим трезвением. 71. Иногда же восстаем от сна в недобром расположении, подвергаясь этому вследствие худых сновидений. 72. Видел я нечестивца, превозносящегося, гордого, расширявшегося, подобно кедру ливанскому. 73. Видел, что он метется и неистовствует против меня. 74. И вот прошел мимо воздержанием, и нет ярости его, как прежде. 75. И взыскал его, смирив помысл свой, и не нашел во мне места его или след его. 75. Кто припобедил тело свое, тот припобедил естество, а припобедивший естество, без сомнения, стал выше естества. 76. Кто же таковым сделался, тот малым чем, чтобы не сказать ничем, умален от ангелов. 77. Неудивительно невещественному бороться с невещественным, но удивительно и подлинно удивительно пребывающему в веществе, в борьбе с этим враждебным и злокозненным веществом, обращать в бегство невещественных врагов. 78. Благи Господь великую о нас благопопечительность являет и в том, что бесстыдство женского пола, как бы уздою какой, связал стыдом. 79. Ибо если бы женщина сама предавалась мужчине, то не спаслась бы никакая плоть. 79. Рассудительный из отцов определяет, что иное есть прирожение, а иное – сдружение, иное – соизволение, иное пленение, иное – борьба, а иное – так называемая страсть в душе. 80. И эти блаженные определяют, что прирожение есть простое понятие или образ чего-либо встретившегося. 81. И в первый раз – вносимое в сердце. 81. А о сдружении есть собеседование с представившимся, соединенное со страсти или бесстрастное. 82. И соизволение есть преклонение души к тому, что ей представилось, соединенное с усложжением. 83. Пленение же есть насильственное и невольное увлечение сердца или постоянное сопребывание с встретившимся, чем нарушается благоустройство нашего состояния. 84. Борьба по определению их – есть равномочная борющаяся сила борющемуся, добровольное или побеждающее или претерпевающее поражение. 85. Страсти же в собственном смысле называют они то, что долгое время тревожно гнездится в душе, и по привычке к этому обращается ей как бы в постоянный навык. 86. Почему душа охотно и дружески предается тому? 86. Из всех сих состояний первое – безгрешное, второе – не всегда, а третье – грешно, или безгрешно – сообразным состоянием подвязающегося. 87. Борьба бывает виной или венцом, венцов или мучений. 87. Пленение подвергается иному осуждению во время молитвы, и иному – в другое время, также иному – в вещах безразличных, и иному – прилукавых помышлений. 88. Но страсть, если не будет в ком очищена, несомненно осуждается, во всяком случае, и подлежит или равносильному наказанию, покаянию, или будущему мучению. 89. Поэтому кто бесстрастно смотрит на первое, то есть прирожение, тот за один раз пресек все за ним следующее. 90. У тех из любвеобильных, любоведующих отцов, которые входили в больше осем подробностей, есть более тонкие предыдущих понятия о том, что, по словам их называется, пореванием ума, которое без продолжительного времени, без всякого слова и образа, страстно быстро обнаруживает его страсть. 90. Ничто не совершается ни в телесных движениях так скоро, ни в духовных действиях так быстро и незаметно, как это свойство открывает в душе свое присутствие при одном простом напоминании, с которым душа не успевает сдружиться. 91. Без малейшего продолжения времени совершенно неизъяснимо, а в иных даже и недоведомо им самим. 91. Поэтому если кто при помощи плача возмог постигнуть таковую тонкость этого свойства, то может он и нам объяснить, как одним оком, простым взглядом, прикосновением руки, слышанием пения, 92. Без всякого представления и помысла душе можно впадать в страстный блуд. 92. Иные говорят, что от сердечных помыслов в тело приходит страсть, а иные опять утверждают, напротив, что от телесных чувств рождаются лукавые помыслы. 93. И первый рассуждает, если бы не предшествовал ум, то не последовало бы и тело. 94. Последний же в оправдание свое представляет зловредность плотской страсти, говоря, что часто худые помыслы находят доступ в сердце вследствие приятного введения, или прикосновения руки, или обоняния благовония, или слышания сладкогласия. 94. Кто может, тот пусть объяснит это о Господе, ибо подобные познания весьма необходимы и полезны проходящим деятельную жизнь с введением. 95. А делателям добродетели, подвязающимся в простоте сердца, нет никакой в этом важности, потому что не всем введение и не всем блаженная простота служат броней от хитрости лукавых. 96. Иные страсти переходят в тело изнутри, а иные также наоборот. 96. Последние бывают с живущими в мире, а первые с проходящими монашескую жизнь, по недостатку внешних возбуждений. 97. А я скажу об этом только следующее. 97. Взыси разума у злых, и не найдешь. 97. Когда, много боровшись с этим демоном, сожителем брения, изгоним его из сердца своего, измучив камнями поста и мечами смирения в теле нашем. 98. Тогда этот окаянный, как чель, какой скрывается в теле нашем, усиливается сквернить нас, раздражаясь каким-нибудь неразумным и неблаговременным движением. 80. Всего же более подвергается этому покорившееся демону тщеславие, который, нечасто уже примечая в сердце блудные помыслы, делается оттого близкими к тщеславию. 81. И чтобы убедиться в нелживости сказанного, пусть, когда приобретут в себе некоторое безмолвие, внимательно разберут сами себя, тогда непременно найдут, что какой-то помысл, как змей в гною, кроется в глубине их сердца и внушает им, что собственным старанием и усердием преуспели они несколько в сердечной непорочности. 82. Но не представляет эти бедные сказанного, что имеющего бы не получил, даром или от Бога, или по содействию и молитве других. 83. Поэтому пусть будут внимательны и со всем старанием, да извергнут упомянутого высшей змея из сердца своего, умертвив его глубоким смиренномудрием, чтобы и им, когда избавятся от этого змея, можно было со временем совлечься кожаных риз. 84. И с невинными младенцами воспеть Господу победную песнь непорочности, если только совлекшись, не окажутся обнаженными от естественного детям ни злобе, ни смирение. 85. Сам этот демон гораздо более других высматривает время, когда телесно не может укрепиться против него молитвою, и тогда этот нечистый преимущественно нападает на нас. 86. Тем, которые не приобрели еще истинной сердечной молитве, помогает утомление в телесной молитве, разумея же, воздеяние рук, биение в персе, искреннее возведение очей к небу, глубокие воздыхания, частое преклонение колен. 87. И поскольку часто не могут они этого делать ради присутствующих, то демоны в это-то время и покушаются нападать на них. 87. Они же, не в силах еще будучи, противопоставить им твердость ума и невидимую силу молитвы, по необходимости, может быть, уступают нападающим на них. 88. Отступи, если можно, немедленно, сокройся ненадолго неприметным образом, возведи, горе, если можешь, душевно, а если нет, то наружное око. 89. Неподвижно в образ креста держи руки, чтобы этим крестным образом посрамить и победить тебе, Амалика. 89. Возопи к могущему, спасти, употребляя неухищренные выражения, но смиренные речения, прежде всего начиная так «Помилуй меня, ибо я немощен». 89. Тогда опытом познаешь силу вышнего и невидимо-невидимой помощью. Продолжение следует...